279. Переступившись середину поста, с Божьей помощью Пасху зрим приближающуюся. Но что так напряженно вожделеваем мы достигнуть этой Пасхи, которая приходит и проходит? Не делаем ли это уже много лет? Пройдет и настоящая Пасха, ибо ничто не стоит неподвижно в веки семь, но дни наши проходят как тень, и жизнь наша бежит легче скорохода, пока достигнет предела своего. Что же скажешь, разве не вожделенно Пасха? Конечно, вожделенно, и очень. И как этому иначе быть? Но та, которая каждодневно совершается, может еще вожделеннее. Как же это? Ощущение грехов, сокрушение сердца, слезоумиление, чистота совести, умерщвление сущих на земле членов, блуда, нечистоты, страсти, похоти, злой и всякого греха делом совершаемого. Сподобившееся быть в таком благонастроении не однажды в год, а каждый день совершает Господу Пасху праздник многожеланный. Кто же не имеет сказа, но страстями одержим есть, тому, как праздновать Пасху? Как может праздновать чрево, имеющий Богом, или похоти плоти жигомой, или зависти грызомой, или сребролюбие погруженной, или тщеславием порабощенной, или другими объятой страстями? Станет ли кто утверждать о жигомом огневице, что он покойно почивает, и о потерпевшем кораблекрушении, что он благополучно совершает плаванье? Такие речи недопустимы, потому как во тьме сущий не есть во свете, так во греховных делах пребывающие не празднует Пасхи. Впрочем, о вас, возлюбленные, надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении. Ибо наша жизнь не иное, что есть, как приготовление к празднику, ибо смотри, что у нас делается. Псалмопение за псалмопением, чтение за чтением, поучение за поучением, молитва за молитвою, как круг какой, ведущий нас к Богу и сочетовающий с Ним, как хорош такой образ жительства, как блаженна и треблаженна жизнь такая. Итак, как указана нам теперь желанная Пасха, к такой и устремимся, и таковую, сколь сил есть, постараемся праздновать каждодневно, именно умерщвление страстей, воскрешение добродетелей по подражанию Господу. Ибо и Он пострадал за нас, дабы оставить нам образец, да последуем стопам Его. Это же говорю не как судьей, становящейся других, ибо каждый понесет свое бремя. Но, да, как чувствующий данную нам от Бога благодать, благодарение воздадим даровавшему. И прославим благодетели, который не только в настоящем все потребное подает, но усердно работающим Ему до конца подает, и все обетованное благо, вечную эту на небесах Пасху, который будет всем нам улучшить благодатью человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. 280, страница 545, 4 том Добротолюбия. Четыре десятницы уже на конце, и приближается, как корона ее добрая, воспоминание животворящих страстей Христовых, из которых мы можем почерпнуть себе превеликое утешение. Ибо если Господь и Бог наш взят был за грехи наши, велико ли, если взяты будем за Него и мы, непотребные рабы? Если Он связан был и связан, и отведен, и заключен в темницу, что дивного, если и мы тоже постраждем за Господа и Владыку? Но даже если б нас подвергли бичеванию, перенесем бичевание. Если б надлежало потерпеть заушение, потерпим. Если б надлежало быть оплеванными, снесем оплевание. Наконец, если бы умереть надлежало, предадим себя на такую пресноблаженную смерть. И благо тому, кто сподобится в чем-либо из сказанного, соделается общником страстей Христовых. Вот блаженство, вот бессмертие. Не слышим разве, что говорит апостол. Прочие труды, да никто же ми дает. Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Галатам 6.17 Как бы так, никто не презирай меня, ибо я на теле моем ношу украшения всесаря Христа. Таков был святой Игнатий, назвавший себя богоносцем, потому что носил на себе страдания Христово. Таков был святой Ивстратий, который во время самых страданий вопиял, ныне познал я, что во мне живет Христос. О, блаженное воззвание, О, три блаженные души! Ибо чьи мы совершаем памяти, чьи празднуем дни рождения и кончины, в честь кого воздвигаем священные храмы, чьим мощам поклоняемся, ни мучеников ли, ни исповедников ли, ни преподобных ли, И если здесь они сподобились от Господа такой славы, то какое блестящее прославление получат они в веки будущем! Недомыслимо это и неизреченно! Вот добрая купля! Вот блаженная мена! Малыми трудами и подвигами стяжать вечное и нескончаемое благо! Будем же подражать им и мы! Смеясь им нашу кровь с святейшей кровью Господа! Ибо это и теперь возможно, так как неестество не изменилось, не изменился и рекший! Я есть Господь, Бог ваш, и не изменяюсь! Малахи 3,6 Он всех равно любит, за всех умер! Всем предлежит, как сладость неисчерпаемая! Всем желает спастись! И это для Него богатство! Ибо Он, как говорит апостол, есть богатый во всех призывающих Его! Итак, призовем Его в настоящих обстоятельствах, и Он даст силу и крепость душам нашим! Обымем Его, и Он уничижит врагов наших видимых и невидимых! Потерпим Его, и Он увенчает нас в день воскресения мертвых, в день явления Его во славе, в которой расподобимся и мы неосужденно предстать престолу Его, и дав добрый ответ, получить Царство Небесное! 281. Настоящий день, страстная среда, свят и поклоняем, ибо в Него Господь начинает принимать крестные за нас страдания, по слову Давида, сказавшего, для чего метутся язычники, и народы замышляет тщетное, восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его, собрались в злой совет, составляя против владыки своего, на котором лукавый Иуда отрицается от учителя своего и продает его. За этим потом последовали предательское лапзание, связание и ведение Господа всяческих ко врагам на суд, представь, на который судья всех вопрошается и ответствует, и ответив, о страшное слышание, рабом ударяется в ланиту и долготерпеливо переносит то, говоря, если я сказал худо, покажи, что худо, если хорошо, то что ты бьешь меня? Потом оклеветывается и осуждается. Затем приемлет поругание, осмеяние, издевание, оплевание, заушение, удары тростью по голове, бичевание, пригвождение ко кресту, на которой вошедший молится за убийц в своих очах, прости им, не знает, что творят. Наконец напаяется желчью с уксусом и умирает бессмертный, предав дух свой Богу и Отцу, и мертвый прободается в ребрах. Таковы вкратце пересказанные страдания Господа. И кто разумно слушает евангельские о них сказания, тот не станет уже ни гневаться, ни огорчаться, ни неистовствовать, ни гордиться, ни высеться над братом, ни завидовать, ни словолюбствовать, но всячески стараться будет смиряться, сокрушаться, считать себя землей и пеплом, желать общения Христовым страстям, быть сообразным смерти Его, чтобы причастна быть и слава в воскресении Его. Дерзайте, скажу вам, и вы, ибо вы уже приобщились с владычным страстям и пребываете в этом общении им. Посмотрите, где вы? Не засловили Его и не засвидетельствовали Его вы в изгнании и в гонении, но и прежде этого не испытали ли вы заключение в темницу, не пролил ли крови среди поношений и оскорбений, не скончались ли некоторые из братьев наших среди страданий доблестно? Вот в чем похвала наша в Господе. И вот каков дар наш. Но как твердость наша ненадежна по причине нашей изменчивости, и мы не можем, наверное, утверждать, что породит находящий день, то прошу вас, стойте у Господи непреклонно и непреложно, единодушно и единомудренно сподвизаясь за веру евангельскую, не колеблясь, ни о едином же от сопротивных, и ни едино ни в чем же дающие притыкания, но во всем представляя себя как Божьи слуги в послушании, в смиренномудрии, в кротости, великодушии, в терпении многом, терпение вы имеете по требу доволю Божию сотворше, приимите обетование, еще немного, совсем немного, и грядущий придет и не умедлит. Если же придет и не укоснит, то что нам заботиться, печалиться в скорбях, и не более готовыми быть умирать за Господа всякий день. И написано, если с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим с ним и воцаримся, если отречемся, и он отречется нас. Если мы неверны, но он остается верен, ибо отречься себя не может. Какую радость будут иметь святые, когда узрят Господа, грядущего с небес, с ангелами силы своей, призывающего их к радости неизглаголанной, венчающего и с ними соводворяющегося на все веки. И какое напротив керзание будет испытывать, тогда неуверовавшие Евангелие, приступившие заповеди Его, которые, как написано, муку примут, погибель вечную от лица Его, и от славы крепости Его, когда придет прославиться во святых своих, и дин быть во всех веровавших. Это созерцая умом и об этом помышляя, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, творя святыню в страхе Божием, к лучшему стремясь, на совершеннейшее возводясь. Ненавидящий злое, прилипляйтесь к доброму, братолюбием друг другу любезно, честью друг другу больше творящей, тщанием неленивы, духом горящей, Господу работающей, упованием радующейся, скорби терпящей, в молитве пребывающей, Римлянам 12,9, чтобы в такой непорочности, искренно пребывая и наступающую Пасху, отпраздновать нам достойным образом и удостоиться вечно вкушать небесное благо. 282. И всегда воспоминание о страданиях Господа нашего Иисуса Христа приводит душу в сокрушение и умиление, особенно же в настоящие дни, Страстная неделя, Питок, в которой каждая из них и совершалась. Какие страдания? Убийственный против Господа совет, взять его иудеями, видение на смерть, предстание судилищу Пилатову, суждение, расспросы, заушения, оплевания, поношения, смеяния, накрест подъятия, рук и ног пригвождение, желчь и вкушение, ребра прободания и другое прочее, бывшее между этим, чего ни мир не может вместить, недостойно изобразить, неси ли не только человеческий язык, но и все ангельские языки. Ибо вообразим себе, коль великое и неизъяснимое, это есть таинство. Открыто видящий совет и сердечный Господь, и ведущий всякое помышление человеческое, «Сей Самый ведется в совет, где присуждает его к смерти, носящий всяческое глаголом силы своей, сей Самый предается в руки человеков-грешников, связующих воду в облаках и благовременно орошающих ею землю, сей Самый ведется связанным, измеривши небо пядей и всю землю горстью, и поставивши горы в мириле». Исайя 40, 12 «Сей Самый удаляется рукою раба, украсивший землю разнообразными цветами, этот Самый венцом из терния венчается в посрамлениях, насадивший древо жизни посреди рая, этот Самый приглаждается на древе в поругание. О, коль страшны и преестественны эти видения! Увидела это Солнце и померкло, увидела луна и затмилась, почувствовала земля и потряслась, почувствовали камни и распались, вся тварь содрогнулась при виде поношений Господа. Так стихии бездушные, бесчувственные, как бы одушевленные и чувствующие, от страха Божия и от видения, видения этих, из чина своего вышли и изменились. Мы ли разумом почтенные, за которых умер Христос, не сокрушимся и не восплачемся во дни эти? И не будем ли мы после этого бессловесных бессловеснейши и камней бесчувственнейши? Да не будет же так с нами! Да не будет! На боли и вызумления, пришедшие боголепно, и добрым изменением изменившись, прольем слезы. Предадим закланию страсти, за поношение Господне воздадим перенесением поношения. За раны его раны претерпим. Иное в деле послушания, а иное в предстоящем исповедании. Не видим, разве сколько во всем этом побуждений к божественной любви. Кто когда темничное понес заключение? Кто за возлюбленного отдавал себя на заклание? Но вот всеблагий Бог наш, ни одно и ни два, а бесчисленное подъял страдания за нас осужденных. Праведно потому, блаженный апостол, помышляя об этом, и бы в сильном чувстве любви к Богу сказал, Известно, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Ибо и Бог такую возымел к нам любовь, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Взамен такой любви, не имея ничего принести, достойного из дел своих, святые самих себя, свои тела и кровь свою принесли, и в трудах подвижничества, и в злостраданиях, споя с блаженным Давидом песнь эту, «Что воздам Господь, для всех я же воздаде мир» Псалом 115, 12. «Таковым глазом будем и мы вопиять Господу всегда, ненасытным расположением к Нему души и работа Ему непрестанно, и все более и более стремясь к лучшему, да со всеми святыми наследники будем вечных благ» 283. «По желанию я веду с вами беседу, а не по принуждению, хотя и нужда мне надлежит беседовать к вам, ибо ревну я вас Божией ревностью, хотя и грешен я, и радуюсь о вашем преуспеянии великой радостью. Если мне и случается нередко оскорблять вас, как было и незадолго перед этим, то и это бывает, да познайте любовь, какую имею к вам при излихах, потому что любящий, тщательно детоводствуя, не небережет и о наказаниях. Разве есть такой сын, которого не наказывал бы отец? Да будем совершенны и всецелы, и ни в чем не будем иметь нужды, ибо исповедуя, что вы послушны и благопокорливы, и строго исполняете отеческие заповеди, как может быть никто вроде этом из состоящих в послушничестве. Говорю это без лести, а как истина есть. И кто так единодушен с отцом, и так последует игумену во всем согласном с заповедями Господа, как вы, благоискусные в том и другом? Доказательством этого служат гонения, изгнания, темница, озлобления, стояние до крови в подвиге против греха. И это не от вас Божий дар, от которого вам буди и похвала. Иные пусть имеют деньги и стяжания, монастыри и другие обеспечения. Мне же довольны к доброй славе вас только иметь и вами украшаться, ибо вы радость моя и венец славы, жизнь и всякое другое добро. Только прошу не отступать от доброго вашего произволения, не полагать предела добру и восхождению по степеням совершенства. Но как в вещественных стяжаниях, гоняющиеся за теми сытости, не находят в увеличении богатства, так вы и в духовных лучшествах не переставайте простираться до последнего своего издыхания. Ибо недостойные страсти нынешнего времени с хотящей славе явиться в нас. Не видите разве в житиях святых, с какими трудами и потами совершили они течение жизни своей? Не видите разве, с каким пролитием крови и среди каких страданий святые мученики кончили жизнь свою? Из-за чего? До Христа приобрящут, видимое временное, невидимое же вечно. Нехорошо ли солнце, но и оно наконец померкнет. Нехороша ли луна, но и она не даст света. Нехороши ли звезды, но и они спадут. Нехорошо ли небо, но и оно обветшает, как одежда. И все изменится, и будет небо новое, и земля новая, как написано, и начнется неизреченно блаженная жизнь во Христе и со Христом. Таковы нам обетования. И такими-то напоминаниями будем сами себе помогать в том, чтобы сверхчувственным побеждать чувственное, божественной любовью подавлять любовь плотскую, и, как учит апостол, вышних искать, где Христос, одесну и Бога, сидит, о горнем мудрствовать, а не о земном. И не валяясь в тине похотений, не утопая в болоте страстей, которым кончина погибель, наше же жительство на небесах, откуда же и спасители, ожидаем Господа нашего Иисуса Христа. 284. «Опечалила вас рана ноги моей, и праведно, ибо вы сочувствуете мне и в радости, и в печали, как братолюбцы и отцелюбцы. Я же отсюда беру и предмет для поучения вам». Каким же это образом? «Когда по грехам моим получил я рану, потребовались то час врачиство и соответственный покой, почему в продолжении трех дней я не мог иметь отношение с вами. Когда же теперь, по милости Божией, болезнь уврачевана, я опять с вами. И вот беседую к вам. Так бывает и при душевных поранениях. Получил кто рану в сердце от видения или слышания? Или увлекся помыслом бесовским и загорелся похотью, злою, гневом, яростью, ненавистью, завистью, противоречием, прислушанием или другой какой пагубной страстью? Тот сейчас должен приступить к врачеванию, то есть к покаянию, сокрушению, плачу, воздыханию и болезнованию сердечному, и другим врачевствам покаяния, и, уврачевавшись, достодожно войти опять в прежнее благо настроения. Если же не будет так сделано, то у нас пойдут грех на грех и рана на рану, страсть сделается неизлечимою, и мы заболим грехом к смерти. Но да не будет так у нас с вами, братья мои. Но, во-первых, надо блестить себя, чтобы не согрешить. Ибо что сладостнее, и что блаженнее, как иметь душу чистую и ум неураненным страстями. Когда же случится согрешить по причине поползновенности естества нашего, поскорее должно исправиться, не оставляя и на один час в себе что-либо неуврачеванным. Ибо смерть враг есть, и не знаешь, есть вор, и не знаешь, в который час вор этот придет в полночь или в пене петуха, выйти же из тела неприготовленным очень бедственно. И так пристать судищу Христову крайне страшно. Ибо, как говорит апостол, живо слово Божие и действенное, и острее обоюдоострого меча, и проходит даже до разделения души и духа, составов и мозгов, и сует помышления и намерения сердечные, нет твари сокровенной перед ним, и все перед ним нага и объявлено перед очами его. Ему дадим отчет. Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Если Даниил, пророк, увидел в ведении суд Божий и пришел в ужас и изумление, что постраждим мы? Когда самым делом придем на судище это? Река огненная, говорит, текла, исходя перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели, и книги раскрылись. Когда будет это? Кто устоит и кто сохранит дерзновение? Никто, кроме имеющего веру, право и добрые дела, и кроме стяжавшего мужества, правду и целомудрия, сына послушания. Поэтому внимать себе надлежит со всяким хранением и всякий час со страхом ожидать исхода. И не укроется в человеку убийственный враг наш, окрадающий нас, который всегда научает в настоящее время проводить в беспечности и нерадении, действование же по заповедям отлагать на будущее. Таков змей этот, прещающий нас привлекательными видами греха, но будем всегда отталкивать его и обращать вспять силой Божией. Для чего и я, смиренный, в настоящий час обращаюсь к вам словом, чтоб хоть пять слов, услышав из уст моих, вы утешились и соутешились взаимно предложенным вам напоминанием. Ибо напоминание благо тем, что всегда обновляет душу. И делая это по подражанию отцам нашим, я знаю и уверен, что мы преуспеем в содевании спасения своего, Бога умилостию, и царствия его улучить сподобимся. 285. Благодарить должны мы Господа за делаемое им для нас благодеяние, особенно в нашем пребывании на чужой стороне, что мы, находясь в изгнании, проводим жизнь, как в монастыре, и не только свои удовлетворяем потребности, но довольствуем и приходящих к нам. Ибо видите, сколько наших братьев приходят к нам непрестанно, оттуда и отсюда. Куда же им обратиться более, как не к Богу и к нашему смирению? Видите также, сколько иных странствующих отцов и братьев заходит к нам, терпящих во всем бедность и недостаток. Почти ни одного дня не бывает без принятия кого-либо. При всем том, однако, что у нас не было недостатка и в потребном, напротив, всего было вдоволь с преизбытком. При этом, что другое можем мы сказать, кроме как что воистину не ложен изрекшее обетование, ищите прежде царствия Божьей правды его, и все сие приложится вам. И действительно, приложилось нам от плода пшеницы, вина и лея, и других потреб. Сверх все ожидания. Так что и сил не имеем, достойно отрыгнуть глаз к возблагодарению благости Божией. Если и бываем немного стесняемы и обременяемы такими приемами, то посмотри, какая и награда, и какая хвала зато восходит к Богу. Сами настоятельствующие над монастырями дивятся, что чего им не достало сил делать, то нам дал Бог совершать. Для чего? Да сила Божия познается в этом по вере и упованию нашему. И мне кажется, что совершающееся теперь у нас очень похоже на то, что было во время пребывания Израиля в пустыне. Четвертый год ныне, как мы ни сеем, ни жнем, и Бог во все это время доставлял нам пищу телесную, неоскудивавшую. Не манну дождил Он нам с неба, но отверзал для нас житницы, имевшихся излишком, что потребно для напитания алчущих. Не воду источал из камня, но истощал для нас винные сосуды благочестивых их же руками. И многим другим ущедрял Он нас, о чем неудобно теперь говорить. Не дивно ли это, не изумительно ли, не прихвально ли? Скажу нечто и другое словом апостольским, что мы, будучи нищим, многих обогащаем, ничего не имея, всем обладаем. Таковы благого Бога нашего дары и талики Его благодеяния. И страх берет, как бы нам ни чувствуем того, как Он почтил нас этим, не оскорбить Своего благодетеля. Но, внимая да внимаем себе, братья, все вместе, а которые здесь, и которые в отлучке, всеусердно да исправляем заповеди Господни, и доразумеваем друг друга поощрение любви и добрых дел, не дозволяя себе жить беспечной, не творя волю плоти и помышлений, не вдаваясь в ропотливость, подобно древним ропотникам, не искушая Господа, подобно тогдашним искусителям. Может ли Он и на будущее время то и то сделать для нас? Все возможно верующему, как написано. Почему, если будем искренне верить, то Господь по прошениям нашим подаст нам все потребное для спасения нашего и для жизни телесной. И мы благоуспешно перейдем к пустыню жизни этой, светом истины просвещаемой будучи, обратим в бегство Амалика невидимого, вооруженный будучи сильными оружиями духовными, и войдем не в землю обетованную, потому что невременного и приходящего ищем, но Царство Небесное, ибо верен изрекшей обетование, блаженноизнанное правды ради ибо их есть Царство Небесное. 286. Припостигших нас при скорбностях благовременно нам с апостолом сказать, искушение нас не постигло ни иное, как человеческое. Говорим же это ради феоктиста, доброго старца, сущего нашим по всему. Какое же искушение? То, что он заточен на острове, именуемой Халкит, а старец его, оклеветаемый от соподчиненных ему, будто не поминает державных, был бит жесточайшим биением. Искушения разгораются, и нас в большей части находят виновниками таких искушений. Ибо как допустить, чтобы тот, кому поручено управление монастырем, не поминал державных сам по себе? Или как допустить, чтобы спасшиеся от заключения братья и отцы пребывали в городе, не смущали еретичествующих? «Выйдите от среды их, и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистоте их». Противно этому поступающие испытывают противности прискорбные. Почему мы смиренные удалились от живущих внутри города и живем в окрестностях его, чтобы не дать повода ищущим повода? И Господь хранил нас доселе нетронутыми. Но еще сохранит, если будем внимать себе, не говорить без разбора и то, и это, и не подставлять ушей своих речам суетным и неодобрительным. Что говорит апостол? «Слово ваше да будет во благодати и солью растворено, дабы знали, как подобает отвечать каждому?» И что опять брат Божий говорит? «Так говорите и так поступайте, как имеющее быть по закону свободы». Так что можем быть уверены, что не впадем в искушение неблаговременно, но избавимся от настоящих зол, как от сети. И вот это и есть человеческое искушение, то есть легкое. Демонское же, «О, это очень тяжко и скрытно!» Враг каждый день, каждый час и каждую минуту присидит, чтобы искушать нас, и тем делает противостояние ему очень трудным и победу трудноодержимую. Но поскольку старание и ревность все успевают сделать должное и искомое, то будем ревностно противостоять и победим с помощью Христовую, ибо Он вместе с нами переносит искушение, почему и сказал, «Без меня не можете делать ничего!» Поревнуем же не пасть в искушение этом и не быть под рукой дьявола. Здесь не заточение на острове, и при том на короткое время, по-настоящему не есть заточение. Настоящее заточение есть быть отвержено от Бога и ввержено во тьму кромешную. Так же и бичевание здешнее столько-то и столько-то ударов. Что за бичевание? Настоящее бичевание там, где удары бесчисленны и страдания от того бесконечны. И выйдет, говорит Господь, делавшее добро воскресение жизни, а делавшее злое воскресение осуждения. Этого убоимся и вострепещем, всякой силой, возмогая в державе крепость тесущего в нас Духа, помышление, не излагающее, как написано, и всякое возношение, поднимающееся на разум Божий, и пленяя всякий разум в послушании Христова, в готовности имея отмстить всякое прислушание. И это непрестанно. И вот брань непресекаемая, вот мученичество многострадальное. Ибо кто биемый всегда помыслами не поддается им и не преклоняет колено перед валом, но противоборствует и преодолевает страсти, похоти, гнева, ярости, страха, тот каждодневно мучения претерпевает и может с апостолом говорить «По все дни умираю». Так ами похвала, которую имею о Христе Иисусе Господе нашем. В конце же подвигов к этому дерзновенно приложить. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь же готовится мне венец правды, который воздаст мне Господь в день оной праведной судья. «Буде же праведно и всем нам так сказать, и потом самым делом украситься венцом правды и войти в Царствие Небесное». 287, страница 558, четвертый том «Добротолюбие» святого Феодора Студита наставления монахам. «Какой подвиг должен иметь учитель об учениках своих?» Это показывает апостол, говоря с Тимофеем. «Настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещивайся со всяким долготерпением и учением, ибо будет время, когда здравого учения не будут принимать. Ибо как естество наше обуморено, долу нищущая и забывчива об учении, то всегда имеет нужду быть возбуждаемым, как бы осным каким, ударом слова, чтоб, пробудившись, как от сна, видела предлежащую ему радость. Ибо что? Не царство ли небесное обетовано нам, ни жизнь ли бессмертная, ни веселье ли неизреченное, ни сладость ли райская, ни равна ангельская ли честь, ни упокоение ли вечное?